Тренировочный вариант УГ по математике, модуль геометрия, задача 26. В треугольнике АВС бисектриса БЕ и медиана АД перпендикулярны и имеют одинаковую длину, равную 104. Найдите стороны треугольника АВС. По условию АД медиана, а это значит БД равно ДС. Кроме этого, БЕ это бисектриса, а это значит, что угол АБЕ равен углу ЕБЦ. Далее. Заметим, что БО является бисектрисой и высотой треугольника АВД. Откуда следует, что треугольник АВД равнобедренный? Тоже это покажем и запишем. То есть БО, БО это бисектриса и высота треугольника АВД. Откуда следует, что треугольник АВД равнобедренный? Равнобедренный. Кто этого не заметил, можно по-другому доказать, что треугольник АВД равнобедренный. Каким образом? Можно рассмотреть треугольники АБО и ДБО. То есть вот эти два треугольника рассмотреть, они будут равны по катету. У них вот этот катет БО общий, по катету и острому углу. То есть вот эти углы равны. То есть поэтому данные треугольники будут равны, а значит и соответственно, соответственные стороны будут равны, а значит и гипотенузы будут равны. Откуда следует, что БД будет равно АВ. Ну мы по-другому доказали. Итак, треугольник АВД равнобедренный. Откуда следует, что АВ равно БД. Тоже это запишем. То есть АВ равно БД. Далее. Ну естественно, если этот треугольник равнобедренный, тогда БО также является еще и медианой. То есть отсюда сразу же следует, что БО еще является и медианой. Медианой. Откуда следует, что АО равно ОД. И тоже сразу это покажем и найдем, чему равно АО и ОД. То есть АО равно ОД равно половине АД. АД пополам. Но АД равно по условию 104. Почему? Потому что нам известны длинные медианы и бисекрисы. А значит 104 мы делим на 2, получается 52. Сразу можно показать. То есть АО равно 52. То есть подпишем сразу 52. И ОД равно тоже 52. Далее. Проведем из точки Д прямую параллельную БЕ. Покажем. Вот таким образом. То есть проведем ДК параллельно БЕ. Тогда, сразу это запишем. То есть ДК провели параллельно БЕ. Тогда ДК является средней линией треугольника БЕС. Вот этого треугольника. ДК является его средней линией. Почему? Потому что точка Д является серединой боковой стороны этого треугольника. Но одной из сторон этого треугольника. То есть точка Д является серединой одной из сторон этого треугольника. И кроме этого ДК по условию, по построению параллельно БЕ. А это значит, что ДК средняя линия. То есть так и запишем. ДК провели параллельно БЕ. Тогда ДК это средняя линия треугольника БЕЦ. БЕЦ. Я уже сказал почему. Потому что ДК параллельно по построению БЕ и Д середина БЦ. Середина стороны БЦ. Тогда чему равно ДК? Найдем ДК. Тогда ДК будет равно половине БЕ. Почему же средняя линия равна половине основания соответствующего. Получается тогда ДК равно половине БЕ. То есть БЕ разделить на 2. Но БЕ по условию задачи 104 равно 104. То есть 104 поделить на 2 получается 52. То есть ДК нашли. Тоже покажем. То есть ДК 52. Далее. ОЕ параллельно ДК. И О середина АД. ОЕ параллельно ДК. Почему? По построению. Мы ДК строили параллельно БЕ. То есть ОЕ параллельно ДК. И О середина АД. И точка О это середина АД. Откуда следует, что ОЕ это средняя линия треугольника АДК. То есть откуда следует, что ОЕ это средняя линия треугольника АДК. Треугольника АДК. А раз это средняя линия ОЕ, средняя линия треугольника АДК, вот этого треугольника, то она равна половине соответствующего основания. То есть половине ДК. То есть получается, что откуда следует, что ОЕ равно ДК пополам. ДК пополам. ДК мы уже нашли. Она равна 52. И 52 делим на 2. Получаем 26. Тоже покажем. То есть у нас получилось, что ОЕ равно 26. Вот у нас ОЕ. Получилось равно 26. Теперь можно найти ОБ. Как это сделать? Чтобы найти ОБ, надо от БЕ вычесть ОЕ. Таким образом запишем ОБ. ОБ, чтобы найти, надо от БЕ вычесть ОЕ. ОБ по условию задачи это 104. Минус ОЕ мы только что нашли 26. Получается 78. То есть ОБ это 78. Тоже подпишем. То есть ОБ это 78. Далее. Теперь посмотрим, какую долю ОЕ занимает по отношению к стороне ОС. У нас ДК была средней линии треугольника АЕС. А значит точка К является серединой стороны ЕС. Таким образом КЕ, покажу сразу, вот это. КЕ равно КЦ. Равно КЦ. А ОЕ в свою очередь была средней линией треугольника АДК. Вот этого. А это значит, что точка Е середина стороны этого треугольника АК. То есть точка Е середина АК. А значит получается АЕ равно ЕК. Таким образом у нас получается, что АЕ равно ЕК. И мы тоже покажем это. То есть получается, что вот эти все три отрезка равны друг другу. Так и запишем. То есть мы выяснили, что данные отрезки, я отдельно это запишу. То есть у нас получилось, что АЕ равно ЕК и равно КЦ. Это нам в дальнейшем понадобится. Теперь приступаем к нахождению всех сторон данного треугольника. Сначала найдем сторону АБ. Потерим Пифагора из прямоугольного треугольника АБО. То есть вот из этого прямоугольного треугольника найдем сторону АБ. Тогда у нас получается, что АБ. АБ это катет. Вернее гипотенуза. АБ это гипотенуза. Поэтому АБ будет равно корню квадратному из суммы квадратов катетов. Потерим Пифагора. Это получается тогда корень квадратный из суммы квадратов катетов. Что у нас за катеты? БО и АО. То есть БО квадрат плюс АО в квадрате. Подставляем. Тогда у нас получается корень квадратный. БО это 78 в квадрате. 78 в квадрате. Плюс АО это 52 в квадрате. 52 в квадрате. Вот как проще всего посчитать этот корень? Заметим, что 78 это 3 на 26. А 52 это 2 на 26. Поэтому можно это переписать следующим образом. Это у нас получается 3 на 26. И все это в квадрате. Плюс 2 на 26. И все это в квадрате. Теперь раскрываем скобки. У нас получится под корнем 3 в квадрате умножить на 26 в квадрате. Плюс 2 в квадрате умножить на 26 в квадрате. 26 в квадрате выносим за скобку под корнем. И выносим из-под корня. Потому что корень из 26 в квадрате это 26. То есть получается 26. А что же остается? У нас остается 3 в квадрате. Да плюс 2 в квадрате. 3 в квадрате это 9. А 2 в квадрате это 4. 4 плюс 9 получается 13. Получается 26 корней из 13. То есть одну сторону нашли. Нашли сторону АВ. Теперь найдем сторону ВС. Она в два раза больше чем АВ. Мы об этом уже говорили. А значит тогда получается что ВС равно 2АВ. ВС равно 2АВ. Подставляем 2 умножить на 26 корней из 13. И у нас получается 52 на корень из 13. Сторону ВС нашли. Осталось найти сторону АС. Сначала найдем АЕ из прямоугольного треугольника АОЕ. Вот из этого прямоугольного треугольника найдем сначала АЕ. Тогда АЕ является гипотенузой этого треугольника. А значит по теремию Пифагора АЕ будет равно корню квадратному из суммы квадратов катетов. АО квадрат плюс ОЕ в квадрате. Получаем корень квадратный АО это 52 в квадрате плюс ОЕ это 26 в квадрате. Точно так же 52 это 2 на 26 в скобках и все это в квадрате. Получается 2 в квадрате на 26 в квадрате. Вот здесь. 26 в квадрате выносим за скобку, а потом и из-под корня. Корень из 26 в квадрате это 26. То есть получается 26. И остается у нас от первого числа 2 в квадрате, это 4, до плюс 1. От этого числа единица в скобках. Получается 4 плюс 1, это 5. То есть получается 26 на корень из 5. Таким образом мы нашли АЕ. Но нам нужно АС. АС в 3 раза больше, чем АЕ. То есть АС это 3АЕ. АЕ, а значит это получается 3 умножить на 26 корней из 5. 3 на 26 будет 78, получается 78 на корень из 5. Ну и теперь осталось только все эти три стороны записать в ответ. Пишем ответ. Ответ. Первая сторона у нас получилась равна 26 корней из 13. 26 на корень из 13. Далее. Следующая сторона это 52 на корень из 13. 52 на корень из 13. На корень из 13. И третья сторона это 78 корней из 5. 78 на корень из 5. Задача решена.